Высокая температура, озноб, тошнота – обычные признаки энтеровирусной инфекции. Коксаки из их числа. Но его отличает характерная сыпь – небольшие пузырики с жидкостью на теле, на стопах, ладонях и во рту. Они не вызывают зуда, но доставляют дискомфорт и боль. В группе риска малыши до 5 лет. В принципе, справиться с недугом несложно, но если вовремя не начать лечение, ситуация может обернуться серьезными осложнениями. В Коксаке бывает много видов. Какой Коксаке конкретно мы на сегодняшний день не знаем. Мы знаем только то, что на территории Республики Коми тоже регистрируются энтеровирусные инфекции. Вот всего было 37 за 7 месяцев было зарегистрировано 37 случаев энтеровирусной инфекции на территории Республики Коми. Поддаваться панике врачи не советуют. Энтеровирусы всегда циркулируют в летний период. Важно помнить о профилактике. Тщательно мыть овощи, фрукты, руки. Не пить воду из-под крана и бассейна. И исключить по возможности пребывание в искусственных водоемах. А вот беременным, по мнению врачей, стоит воздержаться от поездок на южные побережья. Особенно тем, кто на поздних сроках. Вод может перенести поражение сердца. Вот это да. Когда, если есть в окружении больные с энтеровирусной инфекцией, конечно, берегать нужно беременную. Беременную, естественно, ехать сейчас на отдых, я считаю, противопоказанным. То, что я редко говорю, что нельзя. Я считаю, что, наверное, нельзя ехать, чтобы перевозить этот вирус и передавать ребенку. Из Сыктывкара прямые рейсы до Турции в среднем летают три раза в неделю. И это, бесспорно, сегодня самый популярный курорт у жителей Коми. Здесь и сервис, и доступная цена, заверяют турагенты. Именно поэтому наши туристы не отказываются от поездок в эту жаркую страну. Даже вопреки рекомендациям Роспотребнадзора. Восхитительные отзывы. Никто Коксаки не видел. Многие спрашивали, что это такое. Потому что они же там были в Турции, пока у нас так все произошло. Самолюте тоже все в порядке. То есть прыщиков тоже ни у кого не обнаружено. Здесь детка не жарит. Понимаете? Теперь вопрос. Где Коксаки? У меня нет. У моих коллег тоже нет. И все же есть небольшой процент тех, кто решил отказаться от отдыха в Турции. У таких клиентов есть право получить обратно полную стоимость при сдаче тура. И здесь уже, конечно, убыток несут сами турагентства. Ведь деньги за проделанную работу придется вернуть. Это временные затраты. Нервные, можно сказать. Вы понимаете, что туристы всякие бывают. Во-вторых, очень много вопросов поступает от туристов. То есть турист не всегда становится нашим туристом. Он может вообще не купить путевку. Все это требует времени, сил. Для этого мы используем компьютер, офис, сайт. И не один. Также свой сайт мы должны поддерживать, если у нас есть сайт, да, у нашей турфирмы. Допустим, есть сайт. Потом зарплата, аренда. Вы сами понимаете, сколько затрат любой коммерческой фирмы. Налоги, кстати. За ситуацией по вирусу пристально следят эпидемиологи республики. Специалисты встречают все рейсы из Турции. Жалоб от жителей нашего региона на характерную сыпь и другие симптомы пока не зафиксировано. Александра Головина, Антон Ворожещев, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.